здравствуйте с вами видео проект beauty 3d и я светлана комиссарова сегодня мы говорим как обычно об ароматах и конкретно об одной из великих парфюмерных марок который называется ланком судьба этой марки частности у нас стране сложилось так что ее знают очень очень многие и часто они судят как о марке исключительно старинной на самом деле это правда и неправда потому что вообще-то марка ланком была основана во франции арманом петиджаном в 1935 году практически накануне уже второй мировой войны в предвоенное время сейчас это может показаться удивительным но марку эту задумали и основали в противовес нарождавшемуся уже тогда влиянию марок американских странно что во франции возникали опасения что на таком традиционно французском поле как высокая парфюмерия кто-то вообще может быть соперником французов но тем не менее да марка ланком была основана человеком который много до этого работал на американском континенте в частности в южной америки и бразилии долго работал арман петиджан вообще был практически учеником великого парфюмера которого звали франсуа коти мы знаем с вами что это один из главных новаторов парфюмерии 20 века так вот арман петиджан сотрудничал с ним и многое перенял у своего учителя как по поводу собственно создания ароматов так и по поводу управления парфюмерным бизнесом поскольку 30-е годы 20 столетия это уже период когда безусловно парфюмерия стала настоящей индустрией все мы знаем как эмблему марки ланком замечательную нежную абстрактную золотую розочку на самом деле роза стала эмблемой ланком только в 60-е годы а точнее в 1965 году именно в тот момент когда марка стала частью большого концерна большой компании которую мы знаем под названием лореаль именно в этот период началась новая история марки ланком и который благополучно продолжается по сию пору интересно что на протяжении своей истории эта марка работала с разными парфюмерами в какой-то период стала активно работать не только над ароматами и над косметикой над средствами по уходу за кожей но нас с вами в рамках нашего проекта интересует конечно же парфюмерия и многие ароматы созданные в тот период когда еще сам арман пятижан занимался руководством компании до нас не дожили не преодолели все сложности двадцатого столетия но зато ароматы созданные в ланком в 60-х в 70-х годах знают практически все но в частности аромат 1967 года который называется клима для нескольких поколений наших женщин был просто олицетворением французской парфюмерии все вы наверное помните знаменитый кадр из бессмертной иронии судьбы где надя раскрывает новогодний подарок и это как раз таки коробка с ароматом клима да и вот там даже не называют просто французские духи и это действительно долгое время так было клима это цветочный альдегидный аромат классический замечательный ныне существующий в линейке марки и вполне себе доступно почему-то многие считают что его более нет это неправда и кстати если мы говорим о клима то непременно возникает тема такая тот ли это аромат вот исторические какие-то ароматы 60-е годы это уже тоже история которые восстанавливаются перевыпускаются в иных флаконах часто вызывают вопросы и сомнения у любителей парфюмерии вы знаете мое мнение по этому поводу совершенно однозначно я считаю что несмотря на то что парфюмером в нынешних условиях приходится то что называется перебирать формулы это связано прежде всего с запретами многих компонентов то дело чести парфюмеров максимально близкие найти аналоги и сделать композицию максимально близкой к тому как она звучала исторически кроме того я абсолютно убеждена что ароматы которые имеют в истории репутацию великих обладают очень большим запасом творческой прочности я бы так это назвала и даже при каких-то утратах которые иногда неизбежны и при перебирании формулы они все равно сохраняют вот эту свою суть ценность композиции такой как ее придумал когда-то автор на то они и великие эти композиции и даже если какие-то утраты есть в общем и целом это все равно достойные и прекрасные и очень красивые ароматы если если бы меня спросили о моем личном фаворите у марки ланком то я бы пожалуй назвала композицию конца 70-х годов а именно 1979 год когда жераром гупи для марки ланком была создана композиция под названием мажей нуар этот аромат тоже многие знают наверное помнят если кто-то с ним не знаком то я рекомендую познакомиться потому что это абсолютный шедевр конечно ныне существующий в концентрации туалетной воды многие свои великие композиции в ланком переиздали в концентрации именно туалетной воды в духах многие из них не существуют уже это конечно большому сожалению но я рада что они в принципе существуют эти композиции до того как шестьдесят пятом году придумали чудную эту эмблемку в виде золотой розочки если вы помните там даже магазины марки у нас назывались золотая роза вот эмблемой ланком была стилизованная голова богини венеры что тоже было очень интересно и во многом подчеркивала характер марки которая всецело всегда свои усилия устремляла к тому чтобы женщинам давать красоту практически как у богинь при этом с очень таким французским характером это очень важно марка ланком это такое воплощение французскости середины двадцатого столетия который до сего времени многим близко сейчас как я уже сказала эта марка входит в состав большой корпорации развивается очень активно и практически ежесезонно радует своих поклонников новинками но я особенно обращаю ваше внимание на классические достижение этой марки сказать что она очень активно много исторически работала с красивыми красивыми флаконами с исторически очень красивые имиджи рисованные делались для этой марки и вообще для многих она воплощение франции надеюсь что вы вот это впечатление разделите тоже на сегодня это все с вами была светлана комиссарова прекрасных вам парфюмерных впечатлений увидимся через неделю